МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В годы Великой Отечественной войны эта мирная пассажирская машина превратилась в бомбардировщик, десантно-транспортный и санитарный самолет. Невероятно живучий, надежный и выносливый воздушный трудяга Ли-2 в фильме «Оружие». С момента изобретения самолета предполагалось, что он будет использоваться для перевозки людей и грузов. Однако широкое развитие пассажирской и транспортной авиации началось только после окончания Первой мировой войны. К началу 30-х годов наибольших успехов в этом направлении добились американские и европейские самолетостроители. На гражданских авиалиниях США, Франции, Англии, Германии летали цельнометаллические многоместные машины, оборудованные по последнему слову техникой. Свои пассажирские самолеты были и в Советском Союзе. АНТ-9 построили в 1929 году в конструкторском бюро Андрея Туполева. Он мог перевозить 9 пассажиров со скоростью 200 км в час на расстояние в 1000 км. В 1930 году в Харькове конструкторским бюро Константина Калинина был разработан авиалайнер К-5. Он имел примерно такие же характеристики, как туполевский самолет. Характерной особенностью конструкции обеих машин была их универсальность. Они могли служить не только в гражданской авиации, но и в военно-воздушных силах в качестве десантных, транспортных и санитарных. Самолеты Туполева и Калинина активно использовались на протяжении целого десятилетия. Однако они выпускались небольшими сериями. А резко возраставший объем пассажироперевозок требовал все большего количества авиалайнеров. Созданные в середине 30-х годов пассажирские машины нового поколения не отвечали требованиям гражданской авиации. Разработка более совершенных лайнеров затягивалась. Не было своего транспортного самолета и у военно-воздушных сил Красной Армии. Поэтому руководство советской авиапромышленности решило приобрести лицензию на производство зарубежной машины. Планировалось купить самолет, который мог бы при минимальном переоборудовании выполнять и гражданские, и военные задачи. Лучшей машиной подобного класса в то время был DC-3 американской компании «Дуглас». В 1936 году в Соединенные Штаты Америки отправилась представительная делегация советских авиаспециалистов. Ее возглавили авиаконструктор Андрей Туполев и начальник Центрального аэрогидродинамического института Николай Харламов. За океаном были закуплены техническая документация и права на лицензионный выпуск самолета «Дуглас» DC-3, а также 18 готовых машин. Производство «Дугласа» осваивалось на заводе номер 84 в подмосковных Химках. Руководил работами Владимир Мясищев. Мясищев Владимир Михайлович – выдающийся авиаконструктор, доктор технических наук, профессор, генерал-майор инженерно-авиационной службы, герой социалистического труда, лауреат Ленинской премии. Годы жизни – 1902-1978. Родился в городе Ефремов. Окончил Московское высшее техническое училище. Работал в конструкторском бюро Андрея Николаевича Туполева. Участвовал в создании самолетов ТБ-1, ТБ-3, АнТ-20 «Максим Горький». В 1938 году был арестован. В 1942 – освобожден. С 1943 года – главный конструктор завода номер 22 в Казани. С 1956 года – генеральный конструктор ОКБ-23. В 1960-67 годах – начальник Центрального аэрогидродинамического института. Инженерной бригаде Владимира Мясищева предстояло решить немало сложных проблем. Прежде всего, следовало перевести размеры из дюймовой в метрическую систему. Все элементы конструкции пересчитывались по отечественным нормам прочности. Конструкторам удалось благополучно преодолеть все трудности и организовать серийное производство DC-3 под индексом PS-84. Этого не сумели сделать ни специалисты голландской фирмы «Фокер», ни инженеры японской «Митсубиси». Они также закупили в США лицензии, но в итоге вынуждены были производить сборку DC-3 из американских агрегатов. PS-84 не был точной копией «Дугласа». Входная дверь открывалась не наружу, как на DC-3, а внутрь. Вместо американских двигателей «Райт-Циклон» мощностью 830 л.с., установили отечественные М-62. Таким образом, советская авиация получила самолет двойного назначения, который можно быстро переоборудовать в зависимости от выполняемых задач. Американский пассажирский самолет «Дуглас», лицензия на который была закуплена Советским Союзом, позволила в 40-х годах организовать производство транспортного самолета, который позднее был назван «Ли-2». Этот самолет провоевал всю войну, он позволял прекрасно выполнять транспортные задачи, его широкий фюзеляж и очень экономичные двигатели позволяют размещать большое количество военных грузов в этом самолете. После государственных испытаний машина получила положительную оценку и была рекомендована в серию. Тогда же она обрела и первое официальное обозначение ПС-84. ПС-84 – средний транспортно-пассажирский самолет. Длина – 19,7 метра. Размах крыльев – 28,8 метра. Максимальная взлетная масса – 10 700 килограммов. Силовая установка – два поршневых двигателя М-62 мощностью по 1000 лошадиных сил. Максимальная скорость – 320 километров в час. Практический потолок – 5600 метров. Практическая дальность – 2500 километров. Полезная нагрузка – от 14 до 21 пассажира или 2000 килограммов. Экипаж – 4 человека. Самолет имел передовое для своего времени, радио и электрооборудование, автопилот, приборы для полета в условиях плохой видимости, антиобледенительные устройства. Летчики тепло отзывались об этой машине. ПС-84 мог летать на одном двигателе. Простота пилотирования этого самолета стала легендарной. Он сам все сделает, только не мешайте ему лететь. ПС-84 требовалась сравнительно небольшая взлетно-посадочная полоса. По комфорту, вместимости и экономическим характеристикам самолет превосходил все машины аналогичного класса. К началу Великой Отечественной войны было выпущено около 130 экземпляров ПС-84. 72 машины служили в гражданской авиации, остальные – в военно-воздушных силах. Судьба воздушного извозчика резко изменилась в июне 41-го года. Пассажирский вариант ПС-84 больше не строился. Его место занял многоцелевой военный самолет. Летчики аэрофлота превратились в боевые экипажи. ПС-84 не имел никакого вооружения. И любая встреча с боевыми самолетами противника оказывалась для него роковой. Поэтому транспортно-десантным машинам приходилось летать на минимальной высоте. Несмотря на это, ПС-84 с первых дней войны стал настоящей рабочей лошадкой фронтовой авиации. Он перевозил грузы военного назначения, эвакуировал раненых, летал в тыл к партизанам, использовался для переброски воздушно-десантных формирований. В октябре 1941 года немецкие войска прорвали Советский фронт в районе Брянска и двинулись на Москву. Заслоном на пути врага мог стать только парашютный десант. Других частей у командования Красной армии не было. За трое суток ПС-84 перевезли в район прорыва 5500 десантников с вооружения. Рейсы выполнялись днем и ночью без истребительного прикрытия. В этой беспримерной операции не был потерян ни один самолет. В январе 1942 года под Вязьмой в течение 11 ночей в немецкий тыл переправили 7000 десантников. Они вели бои за линией фронта 4 месяца. Все это время ПС-84 снабжали их по воздуху оружием, боеприпасами и продовольствием. Особое место в истории советского Дугласа занимает снабжение блокированного немцами Ленинграда. Для увеличения загрузки на ПС-84 убрали все кресла и даже обивку салона. Самолетами в окруженный город перевозили продовольствие и медикаменты, на обратном пути эвакуировали людей. Осенью 1941 года начался выпуск ПС-84 военного применения. Он был оборудован двумя боковыми пулеметными установками и турельным пулеметом в стрелковой башне. В боковой части фюзеляжа появилась дополнительная грузовая дверь. Военный вариант ПС-84 мог использоваться и в качестве ночного бомбардировщика. Его оснастили наружными бомбодержателями и простейшими прицельными приспособлениями. Самолет в таком варианте стал называться Ли-2 по фамилии Бориса Лисунова, главного инженера завода номер 84, на котором выпускалась эта машина. 1945 год выдался для экипажа Ли-2 не менее напряженным и ответственным, чем предыдущие военные годы. На этих самолетах возвращались домой демобилизованные воины, доставлялись в Советский Союз особо ценные, порой очень необычные грузы. Это было в Одессе. Людмила поступает в команду с звеном встретить в воздухе самолет Ли-2 и его отпатрулировать в такой в Румынии город Текучи. А там от Текучи недалеко стоял главный штаб Толбухина. Там Толбухин был командующим фронтом. Природили бы к вечеру уже, а рано утром на этот самолет Ли-2 посадили всех пленных генералов. Их привезли там, наверное, человек 12 или сколько, понимаете? Они своими кофрами там, ну, их... их вообще, ну, чуть ли не своими ординарцами, ну, их ординарцов не было. Вот загрузили в этот самолет, и я обратно их сопровождал. Потом перехватили другие истребители, и их до Москвы сопровождали, понимаете? А я вернулся обратно в Одессу. Вот такой и такой случай был. 9 мая 1945 года военно-транспортный самолет Ли-2 совершил один из самых важных рейсов в своей биографии. На этой машине из Берлина в Москву был доставлен акт о безоговорочной капитуляции Германии. Производство Ли-2 продолжалось в Советском Союзе до 1952 года. К этому времени заводами было выпущено 4937 русских дугласов. До начала 50-х годов Ли-2 оставался лучшим советским десантно-транспортным самолетом. Простой и экономичный, надежный и неприхотливый, он являлся одним из небесных долгожителей 20 века. Последние самолеты этого типа были сняты с эксплуатации в СССР только в начале 80-х годов. СССР